Вообще, Фесслис Войду очень трудно поставить хрансферу именно на Спектру. И Спектра, допустим, может резко напасть на Апарэшона и убить. Вот такое. То есть это слишком рискованно. Следовательно, лучше выбирать схемы понадежнее. Например, самая надежная схема — это, естественно, забанить Медузу против Фесслис Войда. Медуза вообще является одним из лучших героев против данного персонажа. И Na'Vi это сделали. Да, Na'Vi Медузу убрали. Теперь Минески будет посложнее. Ну, Джабс нужно будет все-таки придумать, что-то против этой хроносферы. Все же Na'Vi показали эту стратегию на первой стадии драфта. Довольно рискованно, довольно опасно. И у Минески будет целых три решения, как, в общем-то, законтрить. Но пока открывают вторую стадию драфта сами Na'Vi. Можно пока с упорта четвертой позиции аккуратно себе забрать. Что же это будет? Что же это будет? Я еще на секунду подумал. Тут Na'Vi, если что, могут поставить Фесслис Войда и в сложную. То есть он может пойти на легкую линию, но он всегда может пойти и в сложную. К лункам. Na'Vi забирает сверху еще и Кункевича. И что-то мне вот кроме Шадоу Демона в голову сейчас никто не приходит для Минески. Это сложная Чена на роуминг. Или там, шадоу Демона на пятерку. Есть трубик в поле. А он не спасет. Там хроносфера, торрент, корабль и ульта поращена. Там слишком мощный раскаст. Там все герои будут падать. Ну сразу. Вот просто начинается замес, и один герой стабильно умирает. И вместо того, чтобы хоть как-то попробовать защититься от комбинации Na'Vi с Винцер, Минески решили усилить потенциал. Забрав Шадо Шамана. Пушить, да? Значит, будем собираться вместе давить. Сент-Кинг сразу перемещается на роль оффлейнера для Айсайса. Выходит, что так. Ну, игра рассчитанная на раннюю стадию. Игра рассчитана на давление, на агрессию. Рискованное действие. Как бы пуш пушем, но если выиграть замес не получится, то весь пуш заканчивается. Там Na'Vi встречает весь пуш, ставит свой раскаст, и все герои умирают. Соответственно, там и Змейки не получится поставить, и Крипы не будут бить вышку. И следовательно, Na'Vi нужно просто взять хороший раскаст в час. Им просто нужны мощные нюки, способные остановить агрессию Минески. Пока это не нюки, пока это просто Enchantress. Та самая, кто будет разваливать сложные линии. И тот самый герой, который прекрасно сочетается с Фесселис Войдом. И теперь все становится ясным. Очередное противостояние Чен-Enchantress в очередной раз. Да, Войд идет на легкую линию, Enchantress идет в сложную линию. И у Natus Vincere два мощнейших саппорта. Осталось 5 секунд. Ну, пока проблема у Минески. Нужен, опять же, хороший кейн на легкую. И еще ему придется стоять против Enchantress. Короче, добираем Драгон Найта и Медведя. И идем ломать трон. Как вариант, да. Просто пушить, пушить. То есть, если уж вы пошли в пуш, то идите до конца. Ну, или Джиггернаут Медведь. Или Драгон Найта. Нет, Джиггернаут Медведь. Нет, Джиггернаут Медведь. Это старая, добрая. Хеллингвард на Медвежонках. Найкс. Найкс, короче, против Enchantress, но очень слаб против Фейс Лисоида. Как минимум на линии должны будут эту Enchantress убивать. Судя по всему, Enchantress все-таки на оффлейне будет находиться у нас. Там Shadow Shaman, Life Tiller уже два героя, которые неплохие против этого персонажа. Плюс Чен, который будет приходить с леса. Ну, нижнюю линию, как минимум, точнее, верхнюю линию для Минески должны будут выигрывать. По игре большие проблемы. Найкс получает Ханосферу, потом сверху еще Кунка закидывает Торрент-корабль, и Найкс умирает. Его нечем спасать. Ну, из плюсов, его может успеть телепортировать Чен, если Чен все сделает очень быстро. Да, это, несомненно, плюс. Но, опять же, против Войда очень неприятно играть. Ты его бьешь, он нажимает на таймволк. Постанавливает себе жизнь, продолжает убивать твою команду, и Найксу приходится бегать за Фейселис Войдом. Окей, он убежал до Фейселис Войда, а Фейселис Войд снова нажимает на таймволк, и, опять же, Найкс испытывает трудности. Плюс Фейселис Войд имеет баш. Там, если игра совсем затянется в суперглубокий лейт, то Фейселис Войд просто убьет Найкса в 1x1. Нет, ну это понятно. Фейселис Войд намного сильнее, чем Life Tiller. Вопрос, что в центр придумает Минески. Герой, который, например, бы мог еще спасти, и при этом быть хорошим мидером, это вот Волт Деваур, который мог бы пойти в центр, например. Либо герой, который вместо Life Tiller должен впитать в себя будет хроносферу, какой-нибудь Драгонайт. Два у меня каких-то таких вот выбора есть. Центр для Минески. Больше ничего на ум интересного не приходит. Ну, может быть, какой-то, конечно, Разор все сможет впитать и раздать потом на развороте. Он Лавкач. Лавкач, ну понятно. Он худший герой против Энчантрас. Энчантрас собирает пику и добраться. Добираешься, она нажимает пику и разрывает связку. Нажимаешь связку на Фейселис Войду, он нажимает на таймвук, и связка ломается. Он Драгонайт хорош, Драгонайт очень крутой. И ОД хорош, ОД приятно смотрится. Но сперва нужно забанить что-то в Минески. Квин оф Пейн, ничего себе. Вот это у них баны. Попробуйте поймайте, говорят Минески. Берем Шторм Спирита. Драгонайт, да, Натус Винсер. И Шторм будет идти по стопам Квин оф Пейн из прошлой игры. Ну, здесь все-таки разница довольно большая. Шторм Спирит здесь будет летать не один. У него будет внутри сидеть лайфстилер, который будет помогать делать фраги. Это намного проще, чем Попава, который в Шолл должна была сделать. Они прилетят и Войду поставят на обоих хрансферу. Чувствую, как Войду ставит хрансферу на двоих. Но тут тоже, да, палка до конца, как пойдет. Может сам Фейселис Войду, пытается, да, Мортекс и Саленс. Пойдет. Да, Темпл Ассасин хороша. Разрывает Шторма, разрывает Наикса. Вообще всех разрывает. Прекраснейший Лос-Пик. Не знаю, Пик сверху просто шикарен. Осталось только и проиграть начало. То есть понятное дело, что всегда можно нафить. Понятное дело, что Чен там может прийти в легкую убить, в мид убить, на сложную убить. Но если нафи не ошибутся, то в лейте, по-моему, у Минески вообще нет шансов. Герои банально не убивают героя на то с Винцер. Да, да, лейт дотягивать, наверное, не стоит. Но вот для того, чтобы не затянуть, у них и будет эти ранние инфест-бомбы. Я надеюсь, что будут ранние инфест-бомбы. Я сегодня тоже наблюдал один матч в Северной Америке. Надеялся на лайфтиллер, надеялся на эти инфесты бесконечные. Потому что лейт был там тоже не за командой, которая играла с лайфтиллером. Но в итоге лайфтиллер придумал что? Правильно, он придумал себе радианс на первый артефакт. И после того, как он собрал себе радианс, игру проиграл сразу же. Надеюсь, что здесь подобных вариантов не будет от Минески. Прямо как и Бродмазер в первой игре. Ну вот типа того, да. И надеюсь, что Муша возьмет себе стандартный добрый армлет. Может быть, изолятор. Может быть, молнии. Может быть, что-то какой-нибудь башер. Не знаю. Но главное, чтобы был армлет сабли, например. И Шторм Спирит вместе с ним продлялись в путешествии по карте и убивали. Но вот так и только так, наверное, можно будет переигрывать на Ави. В всех остальных раскладах. Христаллайз фармит себе на легкой линии на Фейслос Войде. Дэнди фармит стаки по всей карте. На Темпларочке собирает себе дизоли. Собирает себе блинкдаггеры какие-то. БКБшки. И выигрывает игры. Еще раз, Рустам. Кто играл за Наикса с Рейденсом? Я тебе скажу. Это была команда Вичи Гейминг Джей Шторм. Из Северной Америки. И собирал там парень с ником... Это я не помню. Сложно. Ну, я команду запомнил. Все. Будем иметь в виду. Наикса с Рейденсом. Да, да, да. Дожили. Ну, слушай. Я уже после Фантом Лансеров с БФом ничему не удивляюсь. А вы ТБ с БФом? Да, ТБ с БФом, например. После этого тоже не стоит чему-то либо удивляться. Он, конечно, же нафармил. Вот. Красава. Но игру он поиграл. То есть, ну, БФ хороший артефакт, безусловно, для фарма, но иллюзий не получает никакого бонуса. Лучше уж тогда собрать какую-нибудь там Яшу, Диффуза, чтобы и фармил герой более-менее, и иллюзий получали баф в виде ловкости. Ну, глянем, глянем, что у нас получится. В итоге такой интересный заход от Нави получился в центр. Винцер быстро залетели, поставили вард, поставили сентри. И, ну, кстати говоря, вот этот вот вард должен был обнаружить Шаду Шаман, который встретил пятерку противника. Не просто же так поднимались на ХГ Навер, наверняка поставили вард. И, по идее, должно быть аккуратное сентри. И этот аккуратное сентри два варда уничтожат в центри. Так, ну, посмотрим, каким образом НАТУ с Винцер будут воевать против Чена. Видимо, они сейчас идут в сложную линию. И у них будет репла в виде клунки опрещена того же фейсли с войдом. И пиантрас идет на легкую линию. Обратите внимание на абуз со стороны товарища Айсайсайса, каким образом выигрывается нижняя линия. Смотрите, значит, берется, прокачивается вот эта вот способность Холли Персейшн, и просто-напросто степешиваются все крипы на базу. Идеально. Фишки Несса работают. Фишечки пошли, да. Все, сделал свое дело и перетянулся на топ. У нас нельзя, тут придет, конечно, генерал, увидит целого одного крипа. Такой, опа, а где остальное? Куда ушло? Ну, ладно, мы знаем, что Витя, конечно, тоже смотрит все фишки Несса, следит за Ютубом Рухаба, поэтому он все прекрасно понимает. Ну, линия сейчас подпушится в сторону, конечно же, Минески, и будет все хорошо. Но на топе проблемы. Вот, пришел, конечно, Айс-Айс-Айс и погиб. Вообще, конечно, сама идея, вот, использовать оффлейн Чена, оно что-то тоже на грани... Прохладная история. Да, на грани, на грани, на грани разумного. На грани адекватного. Пока это отдать... Он переманивает крипа и стоит с ним. Пока какой-то рофл больше. Ну, снизу генерал погибает. Или не погибает, подождите. Он живет, живет. Живет, а второй уровень, между прочим. О, ну тут это прохладная история. Виспы, виспы работают. Ну, да, все потратили. Чену, ну, ему можно сразу идти в лес, зачем он приходит на линию. Там же нет шансов. Там Крес, Тариант, Колдфит и Войт убивают. Объясните мне, что происходит на этой карте? Почему Нано дерется против двух суппортов где-то в районе Тир-2 чужого? Что он там забыл вообще? Как ты тут оказался, Нано? Это еще умирает. Как он преодолел вообще тот путь с центра до этой точки? Если пошли рофлить. Ну, реально, больше похоже на рофл какой-то. А Чен на легкой 1x1 против Войда стоит? Юмита. Прошу ему, блин. Ну, вот я неоднократно, когда меня спрашивают, какого ты считаешь самого лучшего, одного из лучших, например, или тройку лучших оффлейнеров вообще в мире по доте, я называю всегда iSize. Не потому, что он может где-то вот закинуть что-то еще, потому что вот он реально новатор. Это один из немногих новаторов на про-сцене, которые остались. Как и Envy. Он тоже любит рофлить и делать йоло действия. Ну, вот когда йоло действия, а когда вот какие-то победные мувы, да? Вот эта Винтер Виверна на оффлейне, она страшным сном снится для многих команд, между прочим. В начале года так много квалификаций были проиграны другими командами, встречаясь против iSize. Поэтому вот когда-то это заходит, когда-то это, безусловно, выглядит как какой-то бред. Но iSize всегда придумывает что-то новенькое, всегда экспериментирует. И за это им большой респект. Ну, генерал будет стоять, чё ему? Топорик имеется. Каждый шоквейв у генерала будет, прошу прощения, у кристаллайза будет таймволк. И я бы сказал, что он может стать вообще сложный один и не париться. Следовательно, у саппортов есть возможность помочь Дэнди в миде. Тут ты опорейшн, тут и кунг. Просто приходит в центр, закидывает в шторма крест и шторм умирает. Чё имеется генерал на легкой линии, но генерала убить очень трудно вдвоем. Нужен третий герой. Тут уже паспорта. Проблема у наны. На крест его сейчас посадят, конечно же. Тут же коллдфит, комбинация простейшая и самое главное рабочая. Третий фраг Дэнди. Ну, шторму умирить не жить. Вот против этих двух героев шторму умирить не жить. И при этом саппорты Минески пытаются как-то напрячь энчантрас. Энчантрас как только видит шаду шамана рядом с собой, она тут же подрубает хил, сразу же начинает мяч шаду шамана, и шаду шаман вынужден убегать. В результате два саппорта просто развлекается с энчантрас, но не убивает энчантрас. В то время как Штурм умирает постоянно. Он уже два раза погиб. И вот проблема. Малыши один стоять не сможет. Против энчантрас с сапогом и орбофеномом. Но саппорта тоже не помощники особо. Да, в Траймане могут попробовать ее убить, но они могли бы ее убить до пятого уровня. Если только будет пятый уровень, они, скорее всего, вообще не убьют ее. Так, ну единственное, кто тащит, это Айс 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 на Ченни, да. Этот умеет, этот умеет. Он на легкой линии стоит и разваливает аппаратчины. Нормально, нормально получилось. Самостоятельно, без помощи суппорта, кого-либо просто соло разобрал. Сейчас еще и кристаллайза будет гонять. Так, протягивается Роджа, крест. Барс, рабат кристаллайза хорошо по торренту. И стпшит, стпшит у Сумона. Замедлил. Что-то... Да, сатиры призвал. И в итоге дал шок вейв, но не хватило дэмэджа. Ну а снизу умирает лайфтилер. Ну а снизу энчантрас солид. На пару с аппаратчином. Ну снизу трипла проиграла. Это как даблят, получается. Ну да, снизу трипла проиграла. То вот эти ребята... Ну, может быть, попробуй сейчас его забрать, но как только... Как только энчантрас получает 6 уровень, тут заканчивается линия для моши. И она на третью. Поэтому сейчас... Убить его получится. Хорош. Смогли. Ну там третья смерть, шторма в центре была. Да, он дальше будет умирать. То есть он вообще может уходить в лес. То есть я не знаю, зачем он пришел в мид, он как бы не стоит. Он мало того, что против Темплара, ассасин это не особо стоит, она его в 1 на 1 побеждает. Так тут еще и бегают ромеры, убивают шторма. Ну, Дэнди вообще никого не боится. Дэнди зарабатывает огромнейшее преимущество. И шторму по-хорошему нужно просто валить с центра. Куда вообще не ясно. Но в центре он не живет. Уже 3 раза погиб. На топ перемещается Роджер вместе с Санэйко, попытаются уничтожить очередной аэра Ассайса. Не очень понравилась ситуация, при которой Ассайс делал фраг на этой линии. И да, надо накрывать. Ассайс сам себя, похоже, зажимает. Прячется в кустах. Он понимает, что у него пошла вылазка. Делает стоп-шит от Санкинга. Так, Ассайса что придумает? Придумал замедлить. Должен подкопать Джабс. Джабс подкапывает. Получает сам под колдпит. Есть ультимейт. Ассайна хороший уровень. Роджер убивается. Это неплохо сыграно. Санкинга пытались тпшить. Не получилось этого сделать. Ну, не знаю, повторюсь, наверное, но сюда нет смысла приходить. Воид стоит один хорошо. Воида нормальный крипстат. И проще бегать, допустим, на легкую линию, убивать на легкой линии саппортов Менески. Проще приходить в центр и убивать шторма. То есть проще идти куда угодно, только не на чена. Там находится чен. Там у чена три крипа. И три крипа существенно напрягают саппортов. Ну, пока да. На ранних левелах, конечно, там крипы чуть не посильнее будут, чем, например, тот же аппарат. Да, вот увидели шторма. Вот, увидели шторма. И в четвертый раз его забрали. Так можно и в пятый раз убить. Ну, пока шестой уровень он не апнул, то действительно можно. Даже с получением шестого уровня не факт, что Шторм Спирит будет выживать. Потому что, ну, все еще Крест Торрент, это же комбинация ультимативная. За то же такое можно будет только с помощью Юлкого-нибудь. Там в середине атака на Муши пошла. Ставится Хроносфера, Импетуса в спину, Муши. Ну, ничего не может сделать и погибает. Он пятого уровня, и тоже нет Инфеста, поэтому не спрятаться. И спасти его тоже нечего. Джабс. Нашел Роджер. Роджер, между прочим, на хосте. Был. Хейз заканчивается. Подтягивается Дэнди, Крест Торрент. Попадает по Сэн Кингу. Сэн Кинг должен выкопаться куда-нибудь, Джабс. Ну, хоть что-нибудь. Ну, прожми хоть эту кнопку. Развитим, НКП или ману. Раскачка необычная. Танчик в один, Турм в один и пассивочек в один. Тотальная доминация команды Нави, конечно. Так я и не понимаю, что хотели придумать Минески вот с этой расстановкой, этими ролями, потому что, ну, Флейн, Чен, не знаю. Теперь все забавнее. Теперь Шторм стоит в лесу. Это лесной Шторм. Чен стоял на легкой. Теперь стоит Сэн Кинг и на сложный Муша за Найкса. У Муша 0.2, у Шторма 0.4. Просто непонятно, что будут делать Минески, как они будут сражаться. Потому что Коргерой и Нави получили все, что они хотели. 3 800 Минетворса у Темплара Ассасин с центра. Это будет быстрый Блинк, это появится Дезолятор в нужное время. Фесла споет, который тоже приобретает себе все, что хочет. Будет делать ИМОМ и все остальное. В общем, полный порядок, наверное, действительно. Сейчас главное просто не подставиться под какую-то волну атак со стороны Минески. Вот они уже начинают прожимать смоки. Не понимаешь, что только за счет гангов, судя по всему, эту игру можно будет вернуть в привычное для них русло. Вот под эти ганги подставляться нельзя. Ну, ставится пауза. Так, вот эта пауза позволит немного подумать. Например, увидеть, что на верхней линии никого нет, в центре никого нет. Стало быть, суппорты Минески пошли атаковать. И надо, наверное, аккуратно сыграть Кристаллайз. Здесь просто отойти, у него нет хроносферы, он купил себе ПТ. У него сейчас будет выход. Удастся ли убить? Вот вопрос. Здесь вот хп. Нинджа Буги. Суманы подтягиваются и отступать Кристаллайз. Отступать, чувствовать стаду. Понимает, что противник будет идти к вам. Ну, подставляется Кунка. Ну, ладно, потерять Кунку это не проблема. Хотя, не факт, что еще и убьют. Кристаллайз рядышком. Баш с первого удара, конечно же, прожимается. Генерал начинает раскидывать свои импетусы в спину Нинджа Буги. Очень неприятно. Снова подкопа джаб. Схватит ли урон, забрать Кунку. Должно, по идее, хватить. Кристаллайз использует таймболк. Погибает, что тут шаман. Роджер все еще живет. Роджер кидает торрент, разворачивается. Роджер, браво. Роджер очень круто отыграл. Таких, двух героев забрали ребята из Нави. Потеряли лишь только Энж Топоришина. Но здесь пимушек генерала пошел под рейджем. Пока пассивка не работает, генерал погибает. Здорово съели. Дрон 2. Ну, и здесь вот Чен решает пока. Ну, на самом деле, неплохо все выглядит, потому что Айс 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 с быстрыми барабанами, с суммонами, делает грязь по карте, пекает, действительно, очень сильно помогает, пока слабенький герой Нави. Прессингует их, уничтожает и при этом еще и пушем занимает. Айс 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 Молодец. Айс Айс Молодец. Он, наконец-то, начинает давить, потихонечку забирает ура и аккуратненько сокращает вот то преимущество, которое разработали Нави. Осталось продолжать в том же духе. Пока Айс 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 развлекает противников, у Штарма появляется легкий шанс на камбэк, чтобы можно было хоть как-то вернуться в игру по фарму. Пока ситуация катастрофическая. У Штарма 3000 голды, у Дэнди 5100. Обгоняет его больше, чем в полтора раза. И Чену нужно прийти помочь, возможно, даже имеет смысл зайти на центр. Ой, я сейчас могут проблемы быть. У Айс Айс Айс, ну, слишком нагло и дерзко. Вот он находится в чужом лесу без информации, без вижена кого-либо и просто погибает. Да, Айс Айс, вместо того, чтобы пойти на центр, зашел вражеский лес, там он находился один, помощи никакой не было и погиб. Так, а вот мужи. У него нет денег на ТП. У него есть Рэйдж. Есть Рэйдж. А там будет Хроносфера. Или, да, Хроносферка. Аккуратно, боже, качественная такая Хроносфера, присылаясь, поставил так, что даже не зацепил свой суппорт. Здорово сыграл. Но, правда, Лассиллер, в свою очередь, успел купить Армалет. Это очень важно, что это именно Армалет. Он из-за того, что купил Армалет, он не смог забежать в боковой магазин и купить ТП. Забавный момент. Я думаю, что ТП бы его не спасло, потому что, опять же, Хроносферка. Хотя попробует. Я вообще могу сказать, что его ничего не спасет, если он просто будет так же, как ИССА, сбегать один вот по этой территории против Вайда, против Кунки, поскольку забрать его будет очень легко. Им пора бы завязывать вот с Йоломовами и просто играть, не знаю, какой-то дефолт. Мирнайкса поставить на легкую, и пусть он фармит. Как только кто-то будет готов идти и реализовывать инфест-бомбу, ему нужно подключаться. А до этого момента нет смысла играть в вражескому лесу, и нужно просто фармить. Чем больше, тем лучше. Здорово помогает команда сейчас Муну. Ему делают стаки. Эти стаки он выфармивает патроны волшебства. Восьмой уровень у него уже имеется. У Ластилера есть Армлит. Я, по-моему, самое время сейчас идти и гангать. Использует довольно понятную инфест-бомбу. Муну. Внезапно мимо Роджер пролетел, пошел атаковать Санейка. Тут же Торрент, корабль. Мун здорово отыграл, а теперь главное уйти. Тут, правда, ТП-шки пошли. ТП на Клэ. Роджер. Крест, крест. Ай-яй-яй-яй. Доли секунды. Ну, красиво сыграл Мун. Вот тут просто в соло фраг и, соответственно, ушел. Браво. Таким образом вернуться в игру будет можно. Он уже, между прочим, погнал Войда по фарму. Не помню, какой был старт у этого персонажа. ТП в миде. Да, и такие демоны. Тут стоит Дэнди. У Дэнди, я так понимаю, да, уже имеется дезолятор и вот так просто не пропущите. Может идти в Охот. Роджер старается забрать. Охот пошел на Икс. На Икс с Санкингом. Ворон очень мало. Ай, сейчас он, скорее всего, ему уже покинет. Невозможно спастись. Активирует Ормлет. Тут четыре героя на него набрасываются. Колдфит срабатывает, замораживает персонажа. Рошан. Сейчас под дезоль. Быстро выйти. Да, мал четверочку. Трансфера скоро будет. На Икс с мертвой. Он еще быстро упадет. Киробус. Энчант распитывает, а темп на рассасин бьет. Слушай, это хорошая идея. Вообще ничего не теряется. Хорошая идея. Крисылай тоже перетягивается. Минески бегает по чужому лесу, но они, судя по всему, даже не понимают, что происходит. Это будет очень хороший и очень быстрый Рошан для Нави. Главное, сколько полезно. Да, и денег заработать, и Аегис забрать. Ничего не потеряется, я чувствую пока. Вообще ничего не потратить. Денни забирается. Просто при Рошан. Отличный мув. Хороший выпад такой. Сделали минус, убили мушей, соответственно, быстро зашли на Рошана, забрали Рошана и получили небольшое превосходство. Ну, касательно, например, обычных кор-героев, там да, там, в общем, отставания никакого нет у команды Минески. Но вот если взять Темплар Ассасин, то это, конечно, какой-то кошмар. Я не знаю, откуда столько денег у Денди, но он перефармливает всех и вся. 2700 колды в разнице. Шутка ли? 2700 на 14-й минуте. Это очень много. Как обычно, все может исправить Айсайсайс. Так, у нас, правда, в центр заход и в очередной раз будет погибать муши. Ультимативная контра. Ничего здесь не поможет. Не успел залезть. Крипа там в последний момент прокнул баш. Он встречает. Бит кристалайзу. Там с дабл демнажем Вортекс. Кристалайз, конечно же, использует таймволк. Вортекс там только первого уровня. Ну, а снизу погибает еще и Сенкин. Ну, шоу-шамал может умереть. Киатрес его не увидела. Находится на позиции Чен. Чену нужно убегать. Находится Шадо Шаман. Шадо Шаман отправили на базу. И остается Шторм, который очень хочет забывать леген. Да, и тут же убегает. Ну, вообще, я не вижу вариантов, как Минески могут выиграть замес. Хейнет. Шторм с Войтсоном. Кинг без Блинк Даггера. Только Армлет имеется у Найкса. Ну, и еще Барабан у Чена. Все, это все, что у них есть. По-моему, сейчас Нави просто собираются вместе и забирают вышки. Что сказать? Тяжелая игра для Минески. Я все еще рассчитывал увидеть все-таки связку Шторм Спирит и Лайфстиллер, но почему-то ни одной такой инфест-бомбы еще не было реализовано. Шторм не хочет сейчас забивать, он хочет просто пофармить. Хотя бы Иул, чтобы можно было хоть как-то отконтрить комбинацию Крест-Орент. Хотя бы вот так. Ну, я слышал, что если ты убиваешь за счет инфест-бомбы, ты и фармишь одновременно. Просто фармишь не крипов, а героев противника, суппортов противника. Ну, у него Вортакс в один. Он, допустим, найдет Фесселес Вайда, они же не убьют Фесселес Вайда. Не, ну не Войда, безусловно. Конечно, бить надо аппарат и кунг, у которых эскейпионит. То же само собой разумеется. По Санейко нападает тем временем, вот Шторм залетает, всей толпой накинулись, Санейко успел отбросить Сайз Бластом. Но продолжения от нами, судя по всему, не будет. По вашей просьбе реализация. Ну, это все еще не инфест-бомба. Вот, это не то. Немножечко. Ганг хороший, но не потратили слишком много ресурсов на убийство аппарата. Нашли Санкинга. Крест на диван. Дали крест. Санкинг теперь не сделает ТП. Санкинга вернули. И пока ребята бегают, развлекаются с кунгой. В этот момент Темплор Ассасин с Фейсли Свойдом забирает Т2 вышку. Так они могут пойти и на Тер-3 наброситься, сейчас оставить и остальных Минески сделать ТП. Они все могут. Лучше забирать Т2. Забрали Т2, а ТТ-6 тысяч примусьту, наверное. Большую часть этих денег, конечно же, в одном персонаже содержится. Это Темплор Ассасин. Айгис все еще имеется, приобретается Блинг и вот только-только Мидас у Чена. Ассасин пошел в лейд. Ну и мод игры поможет только Аганим. Больше нет ни одного артефакта на Чене, который бы мог существенно изменить ход игры. Пняжка может... Как же он страдает? Это же просто жесть какая-то. Да. Он всю игру будет страдать. Ну это ПС ЛС Войт против Найкса. То есть я не знаю, кем нужно быть, чтобы брать кэри Найкса против ПС ЛС Войта. Понятное дело, что Найкс может прожать рейдж против Ториента Кунки, но против Войта он ничего не может. Получается, что он вроде бы неплохо заходит против некоторых саппортов, но против Кора противника он вообще не заходит. Ну, Тенди развлекается с Ассайсом, погиб оффлейнер следом за кэри и будет падать сердцевая вышка. Вот вторая и третья карта как-то вообще выглядит, конечно, блекло от Минески. На первую карту все равно хватило, но дальше просто какое-то опустошение в плане идей, в плане исполнения. Ты же помнишь статистику Ассайса? Обычно его команда хорошо выступает в первом матче. В Best of One они очень хорошо играют, особенно вот тот состав с Блэком. А когда в Best of Three они все время выступают. Там стабильно они начинают чудить ко второй или к третьей игре. Но первую карту они выигрывают, поэтому в Best of One они были короли. Мы вспомним Доту Пит Лигу в 2017 году в начале. Вертусов выносили в Best of One. Это была команда Фейстас, если вы помните, такая. И вот они действительно были королями в Best of One. И вот сейчас тоже с Ассайсом та же самая ситуация. Первую карту выиграли, у Na'Vi довольно красочная, хорошая борьба была. Но вторая и третья карты это просто уныние и непонятно, как они должны вообще выигрывать в этой карте. Должны справляться с Na'Vi. Такими Na'Vi, которые делают абсолютно все то, что они делают обычно против противников. Давят, собирают себе ключевые артефакты, выигрывают стадию лейдинга. Ноль идей. Ноль идей. Ну и вот сейчас Муша все еще пытается стоять в центре, получает импетуса. То есть нужно в кого-то залезть. Он уже не первый раз пытается как-то подобраться сам, но нужна помощь. Нужна помощь. Санкин готов. Санкин готов помочь. Санкинга видно. Нашли кунку. Ура, товарищи. Реализация. Короче, Муши не дружат с Na'Vi, я так понял. Да, не хочет с кем угодно влетать в NFS, но только не со Штормспиритом. Как-то не могут соединиться в одно целое. Постоянно стараются держаться на разных участках карт. Почему-то у них так проходит. Так, ну и Муша давненько ничего себе не приобретал. Очень много, конечно, смертей было подряд. Нетворс у него просел. Но вот 2200 колды и что дальше? Вот в этой игре может быть стоит купить даже Саленс на Life's Tilleri. Потому что Штормспирит отказывается от этой идеи. Он не будет покупать стрелки. Хороший врыв на Темпор Ассасин. Нужен плюс один. Плюс один имеется. Шуршман подошел и Дэнди нафидел. Камбэк. Мини-камбэк от Минески. Ну прям ультра-мини-камбэк. То есть они после этого убийства ничего не сделают. Они ничего не сделают, они хотят пофармить. И они получили много денег за Дэнди. 1500 голды в сумме. И почти 2000 экспы. То есть хотя бы если они фармят, они уже на хорошем счете. Ну это такой звоночек для нави, что расслабляться это не стоит. То есть вот понятно все хорошо, у вас преимущество, но вот отдаваться и тем более отдавать героя самым большим нетворсом на карте вообще не рекомендуется. Иначе камбэк он возможен. Он всегда может произойти внезапно для вас. Ну что до блейдом? Кристаллайз, кстати, вот бегает уже в инвизии, ищет опять-таки муши. Кому его еще искать? Только муши. А муши? Муши купил себе сейн. Так, может быть Хеллбердом будем контрить воида. Или это будет просто сэнджин яша? Которая просто ничего не поможет. Чем больше прочности, тем лучше. Если наикс будет каким-то образом выживать в хроносфере, если чем будет успевать его тп-шить на базу, то какие-то шансы у минески есть. Если у наикс не будет хп, то воид его просто сотрет в порошок за хроносферу. Ну тут принципиально большая разница между двумя артефактами, то есть покупать либо сэнджин яша либо хеллберд, здесь нужно больше подумать. Ну хеллберд лучше смотрится. Просто наживаем. Он в этой игре уже как дамагер вряд ли себя покажет. Игру будет наицу ловить хроносферу. Или баш фейс или сэнджин. Так, атака. Кристаллайз. Опасно, опасно, опасно. Ого, два армина шамана. Нью-ршнидача не вышел, что это шаман. Санкинга нужно бежать на его половину. Подловили на крест и легчайший минус 2 для нами. Ну вот он пошел пуш. Минески лучше просто уйти. Они не способны выиграть замес 5 на 5. Знаги должны ошибиться. Знаги должны серьезно ошибиться. То есть нужно просто подставиться в пятером под эпицентр сам Кинга. Это единственная механика камбэка у Минески. Если они не подставляются, то они просто с руки их затыкают. А вот даже вышки не было. Они просто прошли снизу, убили два их и отправились в центр. Так, Роджер пошел искать. Роджер пробегает между Т2 и Т3. Ну под Глимером уже полный порядок. Будет делать себе форстаф. Надо забирать последний внешний тавер и, наверное, ждать следующего Рошана. Воид увидел Муши и Воид пошел. Мой топорейшена. Есть. Бам. Здорово, Муши. Олл-хилл не работает. Армлет не работает. Рейдж инфест работает. Тут под кораблем подцепили. Муши говорит, нет, ты ненадежный трансфер, поэтому лучше я вылезу, с тебя пойду так. Ну, слушай, на хроносферу развели, не погиб Муши. Более-менее. Выжил, выжил. Хороший звонок для Муши. Ну, сейчас надо срочно контр-иницировать. Прямо сейчас нужно ребятам из Минески прожимать смок и идти вперед. Нет хроносферы, это чуть ли не прекраснейшая возможность подраться и пытаться выиграть замес. Да, на весу очередь сразу же ушли. Они не подставляются, они играют очень аккуратно. Они убегают из своей леса, они дальше будут ждать, пока не появится хроносфера и просто ждут Рошана. А Рошан уже есть. Как только появится хроносфера, Рошана они заберут очень быстро. Ничего не скажешь о Минеске. Там нет даже лайтстоуна элементарного, тем более дезоляторов каких-то, чтобы забирать этого Рошана быстро. Но все еще могут произвести замес. А Минески-то прекрасно понимают, вот за эту возможность нужно цепляться. У хроносферы нету Файст Лосфойда, поэтому вот сейчас напасть на кого-то, убить. Вот с Сен Кингом вместе можно ворваться в Энчантрес, иначе она просто уйдет. Генерал жадина, жадина генерал, остается, чтобы пофармить. Он вовремя использует Форстап, отлично, из-под подкопа Сен Кинга и аппарата. Пошли с Анейка, Айс Бласт. Никуда практически залетает Торрент. Ну и корабль. Корабль тоже в молоко. Ну неплохо. Так потихонечку, полигонечку, но сопротивляются. Конечно, было бы, наверное, лучше, если бы они убили и Энчантрес, потому что нужно было просто Шторм ворваться, но Сен Кингом нахуй Дэнди, Дэнди без ВКБ, в секунду стирает Дэнди, можно идти дальше. Корабля все еще нет, Шторм прыгает, но не попадает. Генерал в очередной раз отлично себя выталкивает, и потихоньку Нуминески камбэкаются. Сейчас вот эти четыре героя делают экшен. Топарка погибла, вот где же Гарена-то, был Гарена, было все хорошо, не было таких смертей. Эх, ну да, две смерти подряд от Данила, конечно, это слишком много, даже баспорт нельзя. Надо Бакенбара покупать. У него есть пика, окей, но как-то пика не помогает ему выживать. Если же покупаешь БКБ, то нажимаешь БКБ, топаут, и легчайшая. Легчайшая для Данила. Ну, 6 тысяч голды перевес. Ну, так еще остается. Да, есть ханосфера. Есть свой с ханосферой. Войт пошел искать шторма. Шторм тут же улетает. Прокликали, прокликали, видели кристаллайз, знают, что он здесь. Трансферы имеются, конечно же. Нашли. Нашли генерала, и генерал тоже убивает. Ну, Нави почему-то начинает бегать по одному, не знаю почему. Они же так хорошо забирали вышки, они же так хорошо перемещались вместе. В один момент они что-то перестали бегать вместе, они перестали реализовывать свой потенциал 5 на 5, и их по одному убивает шторм с инкингом. Надо собраться, с нами действительно подрасслабились, просто подрасслабились, ребята. Третья решающая карта, ни в коем случае так поступать нельзя. Да, просто все это время Чен имел не очень сильных крипов, и он пока, ну, просто как бы, вот бегал, давал хил. Но очень скоро у него появится аганим, и вот тогда уже крипы будут очень опасны. Аганим будут давать либо аурону броню, либо там, аурону хп, и тогда уже Чен вернется в игру. Осталось из блога увеличие 5000, всего лишь, и уже не похоже на какую-либо доминацию со стороны Нави. Напротив, как-то Минески уже стали играть первым номером, сами нападают, сами инициируют. Но все-таки тут вперед Нави. Очень хотят подраться, Блокимбара все еще нет, Джабс будет встречать, Джабс поставил вардец, успел уйти на блинг, и спалил все. Да, Санкинг идеально спалил противника, и, ну, теперь Минески во всем знает. Минески знает о том, что Нави хотят забрать Рошана, Минески занимает позиции, у Минески имеется варда, и Нави боятся. Тут все друг друга боятся сейчас. Все-таки я не думаю, что Минески уверены в том, что они 5 на 5 будут сильнее. Все еще хроносфера это ультимативное решение против всего. Абсолютно. Грамотная хрона, и драка будет выиграна. Да, если Нави зайдут на Рошану, то там есть надежда для Санкинга. Фен забирает любого крипа, отправляет на Рошана. Показывает, где находятся противники, и там рвается. Либо Санкинг, либо Шторм Спеет. Пока у генерала нет БКБ, генерала все еще можно стереть за вортах Шторма. Там уже Шторм неплохо дамажит, и у Найкса плюс-минус появляются артефакты. Сейчас есть Алибарда. Подходит Яша. Слушай, ну, Нана здорово вернулся в эту игру, то есть из начальных 0-4, у него теперь 5-4-3, то есть больше после вот именно стадии ленинга он не ошибался. Да, в какой-то момент это было тяжеловато, пришлось уйти в лес, там фармить нейтральных крипов, стаки ему какие-то делали. Безусловно, команда помогла вернуться, но дальше вот это вот понимание игры, знать, когда влетать, где влетать, оно вот помогло ему купить Блодстоун, заработать зарядов. Каю себе приобрел так же. Ну и будет делать тот самый Сайленс, который столь необходим. Но вообще, конечно, за отсутствие Блокинг-баров нужно наказывать. Они уже наказали пару раз, уже пару раз поубивали, но вот еще купить Сайленс и добивать, добивать, добивать. Да, и пока у Дэнди нету Блокинг-бара, его все еще можно убивать. Как только у него появится Блокинг-бар, там уже будет очень трудно снимать рефракшн. Внизу перетяжка. Эпи-центр раскручивается, летает отличная реакция Дэнди, браво. Просто блинк назад. Эпи-центр ушел в молоко. Не прошло здесь еще. И Na'Vi теперь могут пойти на Рошана, зная, что нет эпи-центра противника. Предварительно все еще хочется, конечно, кого-то прогангать и все еще хочется купить себе БКБ. Можно зайти на Рошана, нет эпи-центра. Эпи-центр это, ну, в принципе, единственная система камбэка для Минески. Если эпи-центра нет, то Templar Assassin будет драться ручками, а ручками она сильнее. Она сильнее Шторма, сильнее на Экса. БКБ уже есть в Дэнди. Давно гу забегаем на Рошана и ничего не боимся. Минески будет очень трудно задефить. Кристаллайз Блокинбар себе не дофармил. Это может сыграть ключевую роль. Рошан действительно падает очень быстро. Притягивает сюда Минески, пока прожимают ТПшки. Пока заходит, Сингинг зашел в Даглую. Сразу же выкопался. Дэнди до конца БКБ прожат. Очень рано пытался, ну, как бы, команда говорит, спасите меня, хоть кто-нибудь дайте форстаф, но нечего спасать было абсолютно. Сингинг погиб. Есть байбэк, кстати. Ну, байбэк есть, и Анави отходит. Ничего себе. Забирает БКБ. Анави могут забрать. И он, мы забираем. Ну, теперь у Войт, а БКБ Блокинбар появился. Кристаллайз сможет прыгнуть и поставить фоносферу. Есть инфест. Наконец-таки. Мун вместе с Мушей соединились. Надевается, посмотрим, во что выльется эта комбинация. Уничтожает трэпы. Теплар Ассасин. Все еще пытается убить Рошана в соло. Команда Погоняш помогает. Стоит поодаль. Просто наблюдает за тем, что происходит в Рошпите. Но именно не очень хотят, но очень опасно. В узком проходе можно поймать хроносфер. Кристаллайз в инвиз. В центре упал. Вижна теперь на кристаллайзе нет. Они байтят. Они специально байтят, чтобы улетел Шторм с Наиксом и чтобы Фейслис Свойд поставил хроносферу. По-двоим. И вот он. Есть он. Отлично. Все, по-двоим. Вот, Муша вылез. Муша зачем-то вылез. И тоже погибает. Получилась бласт. Тоже погибает. Байбэк, конечно же, тут же используется Шторм Спирита. Байбэк от Лайффиллера. Как же борется за этого Рошана сейчас ребята из Минески. Но они знают, что у Нави все было использовано. Блэкинг Бар. Ну, если они сейчас не сбьют Рошана, это, конечно, для них... Гроносфера. Нужно идти. Олл и нить. Иначе зачем они нажимали на байбэке? Заходим. Ставятся варды. А теперь Нави очень хотят забрать Рошана. Но они в невыгодной позиции. У них нет способности. Подкоп по четверым. Джабс выдал. Он там залетает корабль. Продолжения никого не было. И на Рошане в итоге крадет Присылайз Аегис. Рошана забрали сами дарь. Присылайз дерется дальше против Муши. Отличный торрент. Решает жизнь Лайффиллера. Он после байбэка. Шторм Спирит улетает. Воскрешается. Фейслос Воид. Ну и Нави. Я думаю, здесь будут остальных тоже уничтожать. Асисайз погибает. Даблкил делает Бенди. Ну да, это фиаско, братан. Аегис выбили. Рошана, Нави забрали. У Минеско осталось только сыр. Ну, вот так вот всю игру. Шторм Спирит с Найксом будут умирать от хно-сферы. Всю игру. То есть они не имеют права прыгать в инфесбомбе. Если они не прыгают в фейс-лис-воида. В кого бы они не прыгнули, в них прыгает фейс-лис-воида, от хно-сферы и все. Минус два героя. Минус мидер и минус кэрри. Ну, либо инициируешь сам. Вообще получилось совсем неудачно. Потому что они даже не синициировали, они просто стояли на месте и получили фоносферу. Так, под Коб снова пытается запустить кристаллайзер. Кристаллайз погибает мгновенно. Отличный фокус. Из-под корабля уходит Мун, но замерзает. Тогнать, догнать. Теперь можно дальше идти, да. Джабс ускоряется. В Джабс скоро закончится эффект айс-бласта. Можно будет использовать блинг, баскоп. Там барабаны. Сыр шторма, можно как-то забайтить на себя. В итоге никто не хочет убивать Муна. И Мун в итоге убивает токов из Леслойда. Ну, сторону не отдали, более-менее. Забрали керри противника. Есть возможность пофармить. Ну, Ластиллер, конечно, экономика вообще в упадке. То есть он погиб, сделал байбэк еще раз, погиб. Ну, что, собрал Яршу, но я не знаю, зачем Яршу, если честно. То есть он стоит в хроносфере, ему все вот эти вот показатели на скорость перемещения вообще ничего не дают. Ему просто нужно покупать хп. И молиться на то, что он выживет. Молиться на то, что он выживет в хроносфере, и потом нажмет либо инфест, либо нажмет на рейдж, и как-то убежит. А он покупает артефакты на ловкость. Ну, ему же эти артефакты ничего не дают. Зачем? Ну, возможно, он приобретал после байбэка, то есть понимал, что у него там количество денег ограничено, и нужно вот быть сильным прямо здесь сейчас, максимально сильным, насколько это возможно. И в условиях там недостатка бюджета он купил себе вот такую Яшу. Но как еще просто расценить такой айтембилд не очень понятно. Это сможет оправдать, да. Понятно, что нужна кераса, понятно, что нужна какая-то араска в этой игре. Но где же взять? Где взять столько денег? Тем более, что раз за разом, Na'Vi знают, тут цели идут за Мушей, идут по его душу. И Пристолайз вперед встречает, правда, что-то шамана, что-то шаман останавливает Пристолайзу. Таким образом спасает своего Мкора, но погибает сам, понятное дело. Ну, еще не факт. Водит-то рядышком. А, исцепили. Разверка, вот она. И Муши после байбэка. Здравствуйте, я Муши. И я беру Найкса после фастиля сегодня. Не он, взял, взял Джабс. Он не пикает. Ладно, у меня капитан Джабс, и он берет. Найкса после фастиля сегодня. Я молчал, я ничего не сделал. Я буду всю игру умирать за трансферу. Ну, такие они, Минески. А вот драфтов безумно гениальных, до безумно провальных. Вот так вот от одной крайности в другую прыгает. У них постоянно какие-то вот эти мысли. Джабс иногда может просто перепикать противника в салат, что противник даже не поймет, что произошло. А бывает, что драфт настолько очевиден и предсказуем, что игра проигрывается, даже так и не начавшись. Уже после стадии драфта. Нано развлекается. Курьеров пытается убить. Почти. Ублизик. Скоро появится салин, кстати. Но там уже есть бакинг-бар. Кстати, скольки секундные БКБшки остались. Давайте посмотрим. У Войда 9 секунд БКБ. Он только единожды использовал на рашпите. Темпларочка, БКБ. 8 секундные. Ну да. Надеяться на то, что этот салинс будет хорошо работать, наверное, не приходится. Ну ждем. Я не знаю, чего ж тут Нави. Рошан еще одного. Есть смок от Минески. Джабс. Ну снова Ластилер в нем. Давайте посмотрим, смогут ли кого-то найти. В очередной раз Минески идут в атаку тогда, когда у них нет обзора в чужом лесу. Они ничего не видят, ничего не знают. Они даже не предполагаете. Находится противник. На проганке-то хочется. Нави берут свои позиции. Да, Нави аккуратно стоит, не подставляется. Просто ждут. Тенди, правда, находится в очень опасной позиции. Решил пофармить, но тут же придумал. Сразу же отступает. Просто потерпеть. Никого не видно на карте. Вообще никого. Кстати. Салинс. Внезапно на Шторм Спирит. Тут же подкоп. Снова Сыгник подкапывает. Классно. Приходит Лайфстиллер. Начинает траться. Муш ускорился. Бежать, бежать, бежать. Денди прожал Блокинг Бар. Уничтожили Шаду Шамана. Ну и Мушу подцепили. Рейдж закончился. Крио Сторм. Дашь без Хроносферы. Его будут убивать. Минус Крио. Без шансов. Нет. Нет возможности. Хорошо. Ну Шторм даже не хочет залетать. Он понимает. Он залетит. И он умрет. Вот. И он просто стоит сзади. Ждет. Ждет пока Фесслис Войт. Даст Хроносферу. А Фесслис Войт умнее. Он не дает Хроносферу. Он ждет пока влетает Шторм. Если Шторм не влетает. То Войт просто бьет с руки. И Войт убивает Наикса в любом случае. А Шторм не может ворваться в замес. Получается что Минески просто воют без Шторма. Так и есть. Ну что Навик. Победе по центральному коридору. Идти 30 секунд. Нет муж. Как минимум центр должны будут забрать. Ну а там Темпларочка с Дезолятором. Может пытаться еще одну сторону уничтожить. Драться нечем. Пока не появится Инкинг. Пока не появится Лайфстиллер. Еще есть 18 секунд. Да. Перемещаются на нижнюю линию. Тоже будут забирать еще одну сторону. Ну летает там конечно. Надо какие-то деньги собирать. Сейчас ТПшку нужно использовать до дома. Использовали Глиф кстати. Ну а если хотят сыграть Саевого. Могут отойти. Хотя в принципе ничего не мешает им продолжить свое движение. В сторону разрушения базы противника. Тем более что имеется опять же. Просто хроносфера. Попытаются убить Темплара Сатин издалека. Пэзлос Войт зашел. И шикарно зашел. Опять Киайз Бласт. Он залетает. Идеальная комбинация от Нави. Торрент корабль. Все это по муше. По Шторм Спириту. Минус 3 уже сделали. Все три персонажа без байбека. Ну и Айс Айс Айс. Вместе с Джабсом им нужно отступать. Ну и Хлори даже под фонтаном будут убивать. Есть Эпицент. Раскастовался. И прям под фонтаном уничтожает всю пятерку Минески. Ну что, ГГ. 2-1. Нави все-таки справились. Ну могу сказать только то, что легчайшее. Было конечно же фит от Нави. Во многих моментах где-то забирали Дэнди. Где-то побивали кого-то еще. Но было видно по игре, что если Нави собираются толпой. И просто идут сражаться 5 на 5. То шансов у Минески выиграть замес 5 на 5 просто нет. Ну невозможно убить, выиграть замес, если 2 кора оказываются в хроносфере. И нету ни одного сейва. Нету ни Шаду Демона, нету ни Оракла. Ни одного героя, который может хоть как-то помочь выжить там. Либо Нави, или Шторму. Ну и соответственно в каждом замесе Нави просто убивают Нави, или Шторма. И остальные герои уже ничего не могут им сделать. Так, Дим, ты отключился? Внезапно. Я? А, вот все, все, все. А, вот теперь я здесь. Ага. Да, ну...